Вы совершаете действия своими мыслями, эмоциями и действиями, не так ли? Карма означает, что все, что вы совершали до сегодняшнего момента, остаточное влияние всего этого по-прежнему воздействует на вашу жизнь. Но карма, которую вы создаете в этот момент, находится у вас в руках. Прошлую карму вы не можете поменять. Но карма, которую вы создаете в этот момент, у вас в руках. В этот момент вы можете создать карму свободы или карму привязки. Если вы определенным образом подойдете к этому моменту, вы станете свободны от всего, что было вчера. Иначе ваш вчерашний день будет управлять вами сегодня. Это тоже ваша карма. Пожалуйста, не воспринимайте карму как какое-то наказание или поощрение. Это не так. Просто все, к чему прикасается ваш ум, эмоции и тело. Частица этого остается с вами. Остаточное воздействие по-прежнему с вами. Разве в вашей памяти не существует того, что вы делали вчера? Разве этого нет в вашей памяти? Разве это не влияет на то, что вы делаете сегодня? Разве в вашей памяти не осталось того, что вы думали вчера? Разве это не влияет на ваши мысли и действия сегодня? Что вы чувствовали вчера? Разве этого нет в вашей памяти? Память — это не только то, что помнит ваш ум. Память присутствует на многих уровнях. Она присутствует в вашем теле, в ваших внутренних процессах, в вашей энергии. память дублируется во многих системах. И она проявляется определенным образом. Но если в этот момент вы захотите стать осознанными, вы сможете использовать эту память так, как захотите. Можно оглянуться на свою жизнь и посмеяться над всеми теми глупостями, которые вы совершили. Можно оглянуться на свою жизнь и расплакаться. Почему я совершал все эти глупости? Или можно оглянуться и извлечь урок. Вчера я совершил все эти глупости. Что правильно будет сделать сегодня? Та же самая карма. Прошлая карма остается такой же. Но карма, которую вы создаете сейчас, может измениться в зависимости от того, насколько осознанно вы действуете в данный момент. Не так ли? Эта карма может быть либо кармой сладости, либо горечи. Какой была вчерашняя карма, сладкой или горькой, этого вы уже не можете изменить. Можете ли вы изменить то, что было сделано вчера? Не можете. Но что вы сделаете с этим сегодня? Это можно поменять. Это всегда в ваших руках. Всегда и всегда это в ваших руках. Прежде всего, необходимо понять природу того, как все происходит в этой жизни. Для этого вы можете посмотреть либо на это, либо на атом, либо на Вселенную. Если вы хотите увидеть Вселенную, это сложно. Потому что у вас нет для этого места в партере. Нет такого стадиона, на который можно было бы сесть и увидеть всю Вселенную. Это очень сложно. Можно увидеть лишь части. Если вы хотите увидеть атом, никто еще не видел атома. Вы знали об этом? Знали? Даже в самый мощный микроскоп нельзя увидеть атом. Мы можем наблюдать его активность, но сам атом мы никогда не видели. Но нам удалось его расщепить. Мы можем сломать что угодно, даже если мы не видели этого. Сегодня мы этим очень гордимся. Мы можем сломать что угодно. Можем ли мы создать это или нет, другой вопрос. Но сломать мы можем что угодно. Даже если мы не можем что-то увидеть, мы можем это сломать. Но само то, что вы видите и чего вы не видите, все это очень спорно. Что вообще вы можете увидеть? Сейчас вы видите мою руку? Сейчас вы видите мою руку? Да. Вы видите мою руку, потому что она останавливает свет. Если бы она не останавливала свет, если бы свет проходил сквозь нее, вы бы ее не увидели. Да? Или другими словами, сейчас ваши зрительные органы способны видеть только то, что останавливает свет. Все, что пропускает свет, вы не можете видеть. Вы не можете увидеть что-то, что пропускает свет. Во-первых, вы не можете увидеть сам свет. Вы сейчас видите свет? Нет. Вы видите только то, что останавливает свет. Если что-то не останавливает свет, вы этого не видите. Очень плохо, не правда ли? Нужно, чтобы вы видели все то, что пропускает свет, потому что все это очень важные вещи. Но сейчас ваши зрительные органы настроены или способны видеть только то, что останавливает свет. То есть, чтобы увидеть жизнь такой, как она есть, прежде всего необходимо развить зрение. Зрение без мыслей. Зрение, которое свободно от мыслей. Говоря «свободно от мыслей», я имею в виду «свободно от памяти». Сейчас ваше зрение хранит большой объем памяти. Вы сами можете в этом убедиться. Когда вы видите группу людей, если вы посмотрите на нее, если среди сотен людей есть одно знакомое лицо, вы сразу же увидите его. Вы замечали? Замечали такое? Вы идете по улице, там сотни людей. И среди них — ваш друг. Если вы посмотрите на этих людей, лицо вашего друга будет видно более отчетливо, потому что работа вашего зрения основана на память. Чем больше вас памяти, тем лучше вы видите. Если воспоминаний не будет, вы станете неспособны видеть. Память — это накопленное прошлое. Память — это информация. Память — это то, чего не существует, но при этом она ведет себя так, как будто существует на самом деле. Воспоминания более реальны, чем реальность, не правда ли? Да или нет? Я хочу, чтобы вы понимали, все в вашей жизни управляется памятью. Не только карта памяти. Все в жизни. Память — это не только то, что у вас здесь. Все ваше тело — это память. Почему, когда вы съедаете банан, он становится телом мужчины, а когда она съедает банан, телом женщины? Благодаря содержащейся в теле памяти, не так ли? Информация, которая хранится в этом теле, отличается от информации, хранящейся в другом теле. Тот же самый банан становится мужчиной, и тот же самый банан становится женщиной. Да или нет? Или вы едите каждый свои типы бананов? Тот же и с другой едой. У одного человека она становится темной кожей, у другого — светлой. Почему? Из-за хранящейся в вас памяти. Вы помните своего пра-пра-пра-пра-пра-дедушку? Нет. Но его нос у вас на лице. Ваше тело помнит, не так ли? Вы, возможно, и понятия не имеете, кем он был, но ваше тело еще помнит. Оно все еще помнит, какими были ваши предки миллионы лет назад, не правда ли? То есть то, что вы называете своим телом, это тело памяти. Ваши глаза наполнены памятью. Глаза, хранящие память, зрение, искаженное воспоминаниями, не может ничего видеть таким, как оно есть. Оно будет видеть все так, как ему удобно, потому что это заложено внутри вас. Оно не позволит вам увидеть ничего таким, как оно есть. В традиции мы называем это кармой. Потому что это программное обеспечение, которое работает изнутри вас. Оно в вашем теле, в ваших энергиях, в том, какие химические процессы происходят внутри вас, в вашем мозгу, в вашем уме, везде. У вашей физической энергии есть память. У каждого человека энергия ведет себя иначе, не так, как у другого человека, из-за памяти, которая в ней заключена. Если вы хотите избавиться от этого, это долгий процесс. Если вы добьетесь этого, ваши личности, ваше тело растворятся. Другой способ создать дистанцию, просто держите это на небольшом расстоянии. Захотите поиграть? Играйте. Но когда захотите выключить, вы должны знать, как это сделать. Для этого требуется внешнее зрение. Сейчас ваш слух хранит воспоминания, ваше зрение хранит воспоминания, ваш язык хранит воспоминания. Почему? Если вы из Карнатоки и приезжаете на север Индии, еда кажется вам невкусной, потому что ваш язык хранит воспоминания. Да или нет? Вы испытывали такое? Вы приезжаете на север, там едят... Аллу Баджи, аллу... Аллу Матар, аллу Палак, аллу Парота, аллу, 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 аллу. Вы просто не можете там оставаться. Потому что ваш язык хранит воспоминания. Ему нужны привычные вещи, иначе он будет страдать. Хранение воспоминаний означает, что вас опутывает кокон прошлого. И он не позволяет вам двигаться в настоящее. Кокон прошлого опутывает вас, и вы позволяете ему это делать, потому что в этом коконе вы ощущаете себя в безопасности. Вы в безопасности. Но эта безопасность также означает лишение свободы. Если закрыть вас в сейф, вы будете в безопасности, не так ли? Но проблема в том, что вы не сможете оттуда выбраться. В этом-то и вся проблема. Стены, которые вы строите для самозащиты, становятся стенами вашей тюрьмы. Такова природа жизни. Неважно, закрываете ли вы себя изнутри, или кто-то закрывает вас снаружи. Пока дверь остается закрытой, абсолютно все равно, закрыл ли вас кто-то снаружи, или вы закрылись изнутри. В любом случае, вы в тюрьме, не так ли? По крайней мере, если кто-то закрыл вас снаружи, можно хотя бы жаловаться и кричать. Если вы сами закрыли себя изнутри, вы можете только расстраиваться. Кричать нет смысла. На кого вам кричать? Так что этот процесс, который мы рассматриваем, заключается в том, что память отпечатывается на всех уровнях. вплоть до уровня элементов. Действие памяти начинается сразу после уровня пяти элементов. Поэтому, если речь идет о карме, это не какая-то одна простая формула. Знаете, говорят теории о карме. Мы не говорим о какой-то теории. Мы имеем в виду определенную реальность. Карма означает память. Действие и память. Прошлое действие существует только в форме памяти. Не правда ли? Да? Память — это не только то, что вы храните здесь. Каждая клетка в вашем теле хранит свою память. Поэтому один атом ведет себя иначе по сравнению с другим. Хотя состоит из тех же частей, потому что у него есть память. У атома водорода одна память, у кислорода другая. Если их не смешивать, все так и останется. У них свой небольшой круг. У вас немного больший. У Вселенной гораздо больший круг. Но всем управляет память. Поэтому карма означает не какую-то концепцию или философию. Это определенная реальность, которая проявляется в том, кто вы есть. Сама форма, которую принимает ваше тело, все это из-за памяти. Если птица съедает манго, оно становится птицей. Если червяк съедает манго, оно становится червяком. Если вы съедаете манго, оно становится человеком. Одно и то же манго. Но оно может стать чем угодно. В зависимости от памяти, не так ли? То, что мы называем семенем. Если посадить семя в одну и ту же почву, здесь посадить манго, здесь в ту же почву яблоню. Это будет приносить только яблоки, это только манго. В газетах была такая фотография, где на хлебном дереве растут бананы. Это другое. Вы видели эту фотографию? Вы все из Бангалоры или с Диванагали? Не видели? По какой-то причине на хлебном дереве выросла гроздь бананов. Это исключение. Это произошло, потому что что-то перепуталось. Мы не знаем, кто все перепутал. Но в сущности, если в одну и ту же почву вы сажаете семечко яблони и манго, на этом вырастут только яблоки, на этом только манго. Потому что семя — это определенное количество памяти, не так ли? Не важно, семя ли это дерево, или семя вашего отца, вошедшее в чрево вашей матери. Все равно это просто память и только память. Не правда ли? Это и есть карма. И она уходит далеко вглубь, до самого уровня элементов. Все является памятью до самого уровня элементов. Только чистые элементы свободны от памяти. Поэтому, когда мы начинаем, мы начинаем с бутэша. Потому что это самое важное. Он овладел элементами. Вот почему мы склоняемся перед ним. Потому что он овладел элементами. Из-за того, что он овладел элементами, его зрение свободно от памяти. Незапятнанное зрение, которое видит все таким, как оно есть. Так что йога означает развить зрение, не искаженное памятью, которое просто видит. Видит все не искаженным памятью. Просто видит таким, как оно есть. Тогда вы сможете увидеть то, что не останавливает свет. Сейчас эти два глаза видят только то, что останавливает свет. Если вы начнете видеть то, что не останавливает свет, значит, начало функционировать другое измерение вашего зрения. Жизнь — это карма. Как с этим разобраться? Если вы хотите стать без кармы, такого не бывает. Вы можете стать с очень минимальной кармой. Карма не означает делать что-то только во внешнем мире. Вы сидите здесь, вы совершаете карму. Карму — сидение здесь. Тело функционирует, оно дышит, потребляет кислород, выдыхает углекислый газ. Дерево благословляет вас, потому что вы выделяете достаточно углекислого газа. Предположим, вы бы и углерод сохранили в себе и сделали бы из него алмаз, чтобы потом подарить кому-нибудь. Тогда дерево посмотрело бы на тебя и сказало, что за жмот. Поэтому если вы сидите здесь и дышите, то с точки зрения дерева вы совершаете хорошую карму. Вы тоже можете осознавать. Дерево дает мне кислород, а я даю углекислый газ. Значит ли это, что вы должны дышать глубже? Ничего подобного. Просто дышите. В любом случае это происходит. Так что происходит физическая карма. Ментальная карма у большинства людей происходит все время без остановки. Работает эмоциональная карма, происходит энергетическая карма, иначе вас бы не было в живых. Это не обязательно то, что вы делаете осознанно. Это просто происходит. Если вы хотите стать без кармы, такого не бывает. Вы можете стать с очень минимальной кармой. Вялость — это огромное количество кармы, потому что для вялости требуется много работы. В том смысле, что вам нужно будет сгенерировать множество объяснений и убедить себя, что вы ничего не должны с этим делать. Кругом умирают люди. Чтобы не реагировать на это, вам нужно что-то сделать в себе, иначе отвечать на подобное — это естественно. Вы можете делать от 12 до 15 вдохов и выдохов в минуту. Вы можете сократить количество вдохов до трех, шести или восьми. Но вы не можете делать меньше. Вы можете даже остановить дыхание на какое-то время. Но только на время. Если вы останавливаете дыхание, не задерживая его, а просто понижая метаболизм, то постепенно в организме начнет подниматься другой уровень кармы. Когда он поднимется, все равно нужно будет дышать. Снова в бездыханное состояние, снова возвращение к дыханию. Таким образом, можно минимизировать карму. Но вы все равно не будете свободны. Вам нужно будет встать, чтобы выпить немного воды или что-то съесть. Когда вы что-то съедаете, то должно будет выйти. Все это карма. Вы не можете позволить себе быть неизбирательным в действии. В действии вы всегда разборчивы. Действие требует физических способностей, энергии, интеллекта, средств, времени. В это вовлечено многое. И все это ограниченные ресурсы. Никто не будет заниматься неизбирательной деятельностью. Если кто-то будет заниматься неизбирательной деятельностью, то очень скоро умрет. И это тоже плохая карма. Деятельность избирательна. Но наша чувствительность неизбирательна. Где бы это ни было, я бы хотел что-то сделать. Если это возможно, мы сделаем все, что можем. А для невозможного у нас, по крайней мере, есть небольшое намерение. Для старой кармы достаточно просто жить. Сидеть, дышать, существовать, чтобы билось сердце. Этого вполне достаточно, чтобы начать растворять старую карму. Некоторые вещи можно немного потолкнуть, но большинство вещей исчезнет, если вы просто сидите здесь, дышите, живете, и ваше сердце бьется. Вам не нужно ничего делать. Но поскольку вы уделяете себе немного внимания, вы знаете, что происходит. Если вы заметили, что что-то не так, тогда можете обратиться к врачу или, может быть, получить более квалифицированный совет по этому поводу. Но все время переживать, что происходит, что происходит, это само по себе является болезнью. Слишком много переживать о здоровье, это само по себе является болезнью и ужасной кармой. Эта карма окажет на вас долгосрочное воздействие. Вы сможете научиться не создавать карму. Если станете более внимательными, просто ваш ответ на все должен быть безграничным. Не стоит выбирать, на что отвечать, а на что нет. Это не ваше дело. Что бы это ни было, птица, кузнечик, человек, мужчина, женщина, ребенок, не имеет значения. Отвечайте. Нужно ли вам предпринимать действия? Нет. Действие всегда выборочно, потому что в нем задействуются определенные количественные составляющие. Оно не безгранично. Наша энергия не безгранична, наш интеллект не безграничен. Наши действия никак не могут быть безграничными. Они всегда ограничены. Но наша способность отвечать безгранична. Если вы сделаете одно только это, сегодня вы не создадите никакой кармы, вы не будете добавлять к имеющемуся грузу. Если не накапливать новый груз, вы увидите, что ощущаете что-то сродни освобождению. Вот какой вред вы наносите себе. Как вы думаете, почему в детстве вы были такими? В то время вы также несли на себя огромный груз кармы, но тем не менее вы улыбались. А теперь вы стали такими. Еще до того, как появился этот несчастный вирус, большинство людей ходили с такими траурными лицами, что казалось, как будто они побывали на собственных похоронах. Все потому, что ежедневно они накапливают этот бесконечный мусор. Каждый день. Что бы ни произошло, вы накапливаете, накапливаете, накапливаете. Что-то происходит, что-то не происходит, но вы создаете беспорядок внутри себя. Это просто мусор. Вы словно грузовик по сбору мусора. Просто не будьте такими избирательными. Кто вы? Кто вы такие, чтобы решать? Что заслуживает вашего внимания, а что нет? Кто бы ни создал все это, травинка была создана с такой же заботой, что и это большое дерево, и вы сами, и слон, и тигр. Ваша способность отвечать всегда должна быть неограниченной. Не нужно продолжать складывать новый мусор на свои плечи. Слово карма буквально означает действие. Действие для нас, для людей. Будь мы в состоянии бодрствования или во сне, может проявляться на четырех уровнях. Уровни физических действий, психических действий, эмоциональных и энергетических. Эти четыре вида активности происходят постоянно. Хотим мы того или нет. У нас нет выбора, они происходят постоянно. Мы совершаем их. Но если мы подумаем, то сколько из этих действий мы совершим осознанно в течение дня? Для большинства людей эта цифра составляет меньше одного процента. Это как «Лучше я не буду доверять вам управлению грузовиком, а дам в руки велосипед, потому что это будет слишком опасно для окружающих». Если вы едете на велосипеде, скажем, в течение 10 минут, и 9 минут 50 секунд вы едете с закрытыми глазами, вы уже представляете последствия. И именно это происходит с людьми. Они думают, что что-то извне вредит им. Все, что бы мы ни делали в жизни, оказывает на нас остаточное воздействие. И это остаточное воздействие создает последствия. А дальше уже дело за нами. Пройдем ли мы через эти последствия в радости или в горе? Будем ли мы агрессивно реагировать на них? Или осознанно отвечать? Здесь уже мы вольны выбирать. Если вы не будете осознанно практиковать этот выбор, карма раздавит вас. Если вы будете практиковать осознанный выбор, вы сможете оседлать колесо кармы. Тот, кто едет на велосипеде, получает приятный опыт, но кто попадает под его колеса, определенно чувствует мало приятного. Так что карма именно это. Вместо того, чтобы стараться оседлать колесо кармы, люди думают, что оно приближается и бьет их откуда-то извне. Нет, нет, если вы не понимаете, что ваша рука и есть рука божественного сознания, в самую большую ловушку иллюзий и платите за это цену. Так что цель этой книги – дать верное понимание кармы. Моя жизнь, моя карма – это то же самое, что моя жизнь – это мои действия. И когда вы увидите, что ваша жизнь – это только ваше действие, то вы увидите, и какую хотите создавать жизнь. У людей могут быть самые разные склонности. Скажем, кто-то ведет себя очень плохо, и он думает, что дело в обстоятельствах, да и психоанализ расскажет ему, что когда-то его обидел отец, и теперь поэтому он обижает всех вокруг себя. Вы знаете, что подобных объяснений сейчас пруд пруди, но если вас когда-либо кто-то обижал, то вы должны вынести из этого главное – никогда не обижать ни единую душу вокруг. Но мы реагируем иначе. Мы думаем, что если кто-то когда-то нас обидел, то мы имеем право обидеть миллион людей миллион раз. И подходящие обстоятельства складываются именно из-за нашей агрессивной реакции и все, что бы ни происходило внутри нас. Что бы ни было в нашей карме – это наше прошлое. Это все, что происходило до текущего момента. Все, что происходило до этого момента, должно стать вашей платформой, чтобы вы могли на нее встать и станцевать сегодняшний танец. Но вместо этого для нас это становится забудчими песками, в которые нас засасывает все больше и больше. Что такое вчера? Что такое прошлое? То, что нельзя изменить. Там и нечего менять, потому что его больше не существует. Что такое сегодня? Вы можете только проживать его, а больше ничего не остается. Проживать его таким, какое оно есть. Что такое следующий момент и завтра? Вам придется его создать. Вы тратите свою жизнь в попытках изменить прошлое. А это то же самое, что биться головой о стену. Стену вы не пробьете, а шишек себе понаставите. То, что вы можете изменить, вы не меняете. То, что можете сделать, не делаете. Потому что вся ваша энергия уходит на то, чтобы биться головой в то, что уже давно кончено. А можете рассказать немного об обложке? Когда ко мне пришла книга, она была настолько красиво упакована, что мне даже не хотелось ее раскрывать. Так все было красиво сделано. Но, конечно, я не мог ее не раскрыть. Какой символизм скрывается за обложкой? Что значит эти символы для вас? Почему вы выбрали именно такой дизайн? Это фреска с одной из стен медитационного зала в нашем йога-центре Иша в Индии. Некоторые говорят, что это самая большая фреска в мире, но я не знаю, не могу утверждать, хотя есть те, кто утверждает это. Мы разработали эту фреску, чтобы отразить пять уровней, над которыми люди могут работать. Когда я говорю пять уровней, весь наш мир состоит из пяти элементов согласно йогическому знанию. Земля, вода, огонь, воздух и пространство. Всего пять. И только из этих пяти элементов состоит вся наша Вселенная, в том числе и ваше тело. И фундаментальная основа йогического знания это пхута-шутхи. Система очищения элементов в вашей системе, а затем овладения этими элементами. Если вы овладели элементами в пределах вашей системы, то ваше тело, ваш ум, ваша энергия, все будет функционировать так, как вы захотите. Но ничего из этого не происходит, потому что вы не заботитесь о состоянии отдельных ингредиентов. В итоге вся ваша готовка превращается в квашню. Так что базовая фундаментальная практика йоги называется пхута-шутхи. Когда я говорю йога, то в Северной Америке это также может значить что-то другое. Но я говорю не об этом. Когда мы говорим йогическая наука, та самая основа этой практики, пхута-шутхи. Пхута-шутхи подразумевает работу с землей, работу с водой, работу с воздухом, работу с огнем и пространством. И здесь мы видим работу с воздухом. Это изображение йога, свисающего вверх ногами с дерева и работающего над воздухом в своей системе. Когда я говорю воздух в системе, то особенно сейчас в условиях пандемии все понимают, насколько важно правильно дышать. Но дело не только в дыхании. Каждая клеточка нашего тела содержит в себе определенное количество воздуха. Обычно мы говорим, что 70-72% в нашем теле – это вода. 12 – земля, 6-8 – воздух. А то, что остается – огонь и пространство. Но эти 6-8% воздуха играют значительную роль в нашей жизни. То, как мы думаем и то, как мы дышим, напрямую и очень тесно взаимосвязано. Современная наука также это признает. Приведу пример. Давайте представим, что вы сидите и думаете о горах. В этом случае вы будете дышать одним образом. Если вы начнете думать о тигре, ваше дыхание изменится. Начнете думать об океане, ваше дыхание опять изменится, потому что ваши мысли и ваше дыхание напрямую связаны. Или то, что, по крайней мере, знают все. Если у вас появляются пугающие мысли, то ваше дыхание учащается, каким-то образом отклоняется от нормы. Так что дыхание и мыслительный процесс находятся в очень тесной взаимосвязи. То, что люди называют счастьем и несчастьем, по сути, заключено в ваших мыслях. Если там происходит то, чего вы хотите, вы счастливы. Если в ваших мыслях то, чего вы не хотите, вы несчастливы. В этом смысле, чтобы жить счастливо и умиротворенно, необходимо, чтобы ваше дыхание, химия вашего тела, естественным образом приводила к тому, чтобы ваш мыслительный процесс протекал так, как вам хочется. Все до банальности просто. Если у вас возникают те мысли и эмоции, которых вы хотите, то вы будете радостным. В этом нет никаких сомнений. Жизнь вокруг вас, мир вокруг вас не может всегда давать вам исключительно то, чего вы хотите. Особенно сейчас мы это можем наблюдать. Но если ваши мысли и ваши эмоции вам подвластны, вы будете естественно радостным по своей природе. И в этом контексте воздух и овладение элементом воздуха в вашей системе очень важно. Люди думают, что их счастье и несчастье, их радость и горе, что все это исключительно карма, и кто-то за что-то их наказывает. Нет. Вы думаете, что эта рука высшего воздает вам за грехи? Нет, нет. Это ваша собственная рука лупит вас по лицу, а вы все думаете, что это кто-то другой. Есть ли здесь какое-то решение? Пока вы не осознаете, что причина всему вы, вы не сможете этого остановить. Это и есть карма. Что мне очень понравилось в этой книге и других ваших книгах, их очень просто читать. Даже когда речь идет о сложных темах и понятиях, то читается очень легко. И вы умеете объяснять все с юмором. На ваши семинары приходят тысячи людей, хотя лекция сама по себе предназначена не для веселья. Но на ваших семинарах вы всегда смеетесь, шутите, говорите о радости и... танцуете. Расскажите мне о намерении написать книгу, которую будет очень легко воспринимать, которая не будет требовать изощренного ума, чтобы во всем разобраться. Когда вы говорите... Когда я говорю с вами, а вы со мной? Или вы говорите с кем-то еще? Если цель разговора... не установление контакта, то лучше сразу заткнуться. Если мы говорим так, что никто не может нас понять, то лучше не говорить вовсе. Говоря с группой людей, очень важно говорить на их языке. Так, чтобы они могли тебя понять. И, как правило, при передаче духовного знания, религиозных рассуждениях, происходило следующее. Простые аспекты жизни возводились в ранг мистического. Цель моей жизненной работы – взять мистическое и сделать его доступным и простым. Это важно, иначе в чем вообще цель любого обучения? Я могу дать вам знания, которые вы никогда не поймете, но в чем смысл этой ерунды? Я называю это ерундой. Если я вас чему-то учу, то это должно быть вам полезно. Иначе какой в этом смысл? Это не та книга, которую ты держишь в голове. Это та книга, которую ты применяешь в жизни, потому что именно это важно. Ты должен проживать жизнь, а не держать информацию о жизни в своей голове. Так что, для меня смысл чтения лекций или написания книг не в том, чтобы оставить после себя манускрипт, который никто не поймет. Когда люди спрашивают, что я читаю, в основном я читаю старые детские комиксы, да не смучители прочие, которые, к сожалению, сейчас уже не создают. Но это мудрейшие произведения из всех, что я читал. Я не читаю писаний. Потому что в основном они написаны таким образом, что вызывают нескончаемые споры. А я не хочу споров. Я хочу решений для жизни. Моя работа – предлагать людям решения, а не провоцировать интеллектуальный цирк. Мне нравится. Давайте поговорим о времени. Вы написали так много книг и теперь затронули очень мощную концепцию кармы. Почему именно сейчас вы решили выпустить книгу о карме? В Индии мы не стали выпускать эту книгу. Перед началом первой волны пандемии в январе 2020 года мы выпустили книгу с названием «Смерть. Внутренняя история». И когда разразилась эпидемия, а на момент выпуска книги ни у кого и мысли об этом не было, люди начали спрашивать «Садхуру, скажи, ты предвидел пандемию? Но есть пандемия или нет пандемии?» Люди всегда умирают. И не просто абстрактные люди. Мы с тобой умираем прямо сейчас. Это процесс, который уже запущен, и однажды он завершится. Я благословляю тебя на долгую жизнь, но мы в любом случае умрем. Мы смертны. И почему это важно? Если мы не осознаем, что у нас в запасе ограниченный промежуток времени, то мы потратим слишком много времени на совершенно глупейшие вещи. Если мы понимаем, что запас времени у нас ограничен, и пока мы здесь сидим, жизнь потихоньку ускользает от нас. Не просто время потихоньку ускользает. Ускользает наша жизнь. Время последнее и ее крупицы придет позже, но прямо сейчас жизнь ускользает в любом случае. Если вы это знаете, то у вас не будет времени заниматься тем, что не имеет для вас большого значения. Вы не будете делать того, что вас действительно не заботит. Если я, ты и все вокруг начнем делать только то, что для нас по-настоящему важно, то это будет прекрасный мир. Но проблема в том, что слишком много людей делают вещи, которые для них не важны. Так почему же карма вышла именно сейчас? К сожалению, в Индии пандемия стала настоящим бедствием. С первой волны пандемии Индия справилась очень хорошо. Мы не испугались, мы хлопали в ладоши, мы хлопали в ладоши, били в бубны. Каким-то образом, мы смогли объединить страну, чтобы ответить на вызов. Да, было много боли, но мы ответили и справились во многом лучше других стран. Учитывая плотность населения, на мой взгляд, мы справились исключительно хорошо. Но за последние 14 месяцев все словно размылось. Сейчас люди думают, что они достаточно неуязвимы. Большинство людей вообще живут так, как будто бессмертны. И в этом проблема. Они думают, что это другие люди умирают. Они не понимают, что умирают сами. На этот раз вирус стал гораздо сильнее, и на всех лекарств не хватает. Уровень смертности экстремально высок, так же, как и уровень страданий. И ни одна нация не может предоставить больничные койки для всего населения сразу. Попросту невозможно это сделать. Введено чрезвычайное положение, и люди стараются справляться, но в любом случае очень сильно разрушается экономика, нарушаются основы образа жизни, разрушается жизнь во многих смыслах. В конце концов, люди теряют жизни. Каждый день двенадцать, пятнадцать людей, которых, по крайней мере, я хорошо знаю, умирают. Каждый день. Это ужасно. Тебе нельзя видеть тело, из госпиталя оно сразу отправляется в крематорий, и у тебя в уме даже не формируется какая-то финальная точка, потому что ты не видел человека ни на больничной койке, ни на похоронах. Всем занимаются какие-то другие люди. А ты только сидишь дома и получаешь сообщение, ваш отец умер, ваша мама умерла, и все в таком духе. Это очень сложное время. Это время понять, что наша карма, наша текущая карма, важнее всего. Когда я говорю «карма», люди часто понимают под этим судьба. Нет. Карма – это действие. Мои действия – моя ответственность. Да, ситуация в мире сейчас развивается определенным образом. И то, как я отвечу на нее, определит мою карму. Самая уникальная и позитивная вещь этой пандемии, она не распространяется мышами, птицами, комарами или кем-то еще, как во время других эпидемий. Единственный носитель в этой пандемии – это человек. Только человек. И если мы, как человечество, сознательно ответим на этот вызов, вирус будет побежден. Еще в марте 2020-го меня спрашивали «Садхуру, в чем решение?» Но я говорю о нем вот уже 40 лет. Вам нужно научиться спокойно сидеть. Это очень важно. Если на 14 дней все мы сможем просто спокойно сидеть, не взаимодействовать, не ходить куда-то с друзьями, не ходить никуда, пандемия завершится. Но можно ли заставить людей это сделать? Когда пандемия лютует, кому-то вдруг срочно требуется стрижка, кто-то хочет выпить пиво, кто-то хочет с кем-то встретиться и еще множество компульсивных желаний. И как раз из-за наличия этих компульсивных реакций быть человеком настолько ответственно. Но что прекрасно, так это то, что человек способен сделать что угодно, если подходить к этому осознанно. Если вы посмотрите на себя, на человеческую природу, то что вы увидите? Мы рождаемся так же, как и другие создания. Мы растем так же, как и все вокруг. Мы занимаемся выживанием, едим, воспроизводим себя. Умираем так же, как другие живые существа. Единственное наше отличие. Мы можем делать все это осознанно. И это огромная разница. И она же единственная. Если вы этого не делаете, если не живете осознанно, то, думаю, эволюция зря потратила на вас свой ресурс. Совершенно зря. И карма значит именно это. Это момент перехода от неосознанности к осознанности. Момент перехода от причудливой системы верований к ответственности. И это очень-очень важно. Моя карма значит, что я стопроцентно ответственен за все, что происходит со мной сейчас. Я умиротворен, я радостен, я несчастен, я в ужасном состоянии и за все это в ответе только я. И если я знаю это, то естественным образом я буду жить свою жизнь, постепенно поднимаясь все выше и выше. Но если я думаю, вот из-за тебя я несчастен, что ж, во-первых, я так и останусь несчастным. А во-вторых, если мне станет слишком плохо, то возможно я даже захочу тебя убить. И это происходит в мире. Это то, что происходит в мире каждый день. Я либо захочу убить себя, либо захочу убить тебя. Уже сейчас ученые предсказывают пандемию психических проблем, пандемию суицидальных всплесков, что уже происходило в Японии в 2020-м. Количество тех, кто покончил с собой, там в какой-то момент превысило количество тех, кто умер от вируса. Так что нам даже не нужна помощь вируса, мы можем сделать это сами. Мы довольно хорошо это умеем и не нуждаемся в подмоге со стороны внешних вмешательств, чтобы вызвать состояние уныния и жалости к себе. Если я чувствую себя несчастным и считаю, что в этом виноват ты, я хочу, чтобы ты умер. Но если я не могу вызвать твою смерть, то может я убью себя или сделаю что-то еще. Постоянно мы слышим о том, как кто-то идет и открывает стрельбу по случайным людям. Почему? Из-за состояния глубочайшего отчаяния. Уровень злости, безысходности достигает такой точки, что тебе становится все равно, кого убивать. Ты уже даже не ставишь себе целью убить кого-то конкретного, ты просто убиваешь всех подряд. Мужчин, женщин, детей, всех, кого ты только сможешь убить. Просто потому, что ты достиг такого уровня отчаяния. И вместо того, чтобы концентрироваться на уровне совершаемого насилия, нам нужно сконцентрироваться на уровне отчаяния, безысходности и деградации, которого достигают люди внутри самих себя. Почему все это творится? Потому что мы думаем, что кто-то другой виноват в наших бедах. Но если вы видите, что моя жизнь это моя карма, то вы возьмете ответственность за все на себя и сделаете со своей жизнью лучшее из возможного. Может, мы и не можем исправить весь мир, но себя-то мы исправить способны. Какую роль играет служение другим в том, чтобы достичь счастливой и радостной жизни? Понимание, что твоя жизнь должна заключаться не только в заботе о себе, но и вкладе в жизнь других, служений. Вклад в жизни других может быть разным, но я не очень люблю слово служение, так что позвольте мне выразиться по-другому. Скажем, вот у тебя, насколько я знаю, есть ребенок. Да. И когда твой ребенок растет, чем больше ты получаешь возможности сделать что-то для него или для нее, тем лучше, не так ли? И всякий раз, когда ты берешь своего ребенка на руки, кормишь его, платишь за него, учишь его, считаешь ли ты это служением? Думаю, да, я помогаю ему делать вклад в его жизнь, а как вы на это смотрите? А не воспринимаешь ли ты это как привилегию? Заботиться о своем ребенке, водить его с собой, наслаждаться общением с ним, или ты все же думаешь, что занимаешься служением ему? Думаю, и то, и то. Но я бы скорее сказал, что помогаю ему, нежели служу. А если ты перестанешь ему помогать, сделает это тебя счастливее? Нет? Значит, все-таки это приятное для тебя дело? И служит-то он тебе, а не ты? Точно. Если у людей не появляется ребенок, то, как правило, большинство из них не знает, что им с собой делать. А если этот сверток радости приходит в их жизнь, то их жизнь полностью трансформируется. Потому что годам к 30 большинство этих идиотов забывают, что вообще значит быть радостным. Но когда появляется ребенок, они внезапно начинают петь, начинают танцевать, ползать под столом, делать то, что не делали последние 20 лет. Поэтому я всегда говорю, что то, что вы делаете для своего ребенка, это акт любви. Но если вы делаете что-то для ребенка на улице, это акт служения, потому что сердце лишено любви. однако, если в вашем сердце есть любовь, то вы просто не можете никому служить. Потому что это огромное привилегие. Вам выдалась возможность сделать что-то для кого-то. Это отличный шанс для вас, а не служение кому-то. Потому что... Что вы, собственно, можете сделать? Можете дать еду, деньги, образование. Но это не ваше. Вы пришли сюда ни с чем, ни с чем и уйдете. А все, что есть здесь, можно только перераспределить. Или ты пришел сюда с чем-то, Эван? Пришел ли я с чем-то? Нет, разве что с намерением. Ты пришел с пустыми руками. Ты родился с пустыми руками и уйдешь отсюда с пустыми руками. Что есть здесь, я переложу туда. А что там, сюда. И вот я уже думаю, что сделал огромный вклад. Нет, нет. Это привилегия иметь возможность так распределять вещи, чтобы все работало как надо. Вот и все. Но люди извратили идею любви. И для них любовь это когда объект любви принадлежит им. Они должны им владеть. Если они что-то любят, то должны этим обладать. И из-за этой примитивной идеи они могут служить, могут делать огромный вклад. Да каждый момент вашей жизни должен быть вкладом. Каждый. Вклад – это не обязательно деньги или полезная деятельность. Сам твой способ существования может быть вкладом. Если ты идешь по улице и встречаешь 10 человек, абсолютных незнакомцев, то вы можете оказать на них позитивное или негативное воздействие, просто проходя рядом. Большинство людей проходят мимо друг друга как статуи. Вот так. Ну вот они приходят домой и теперь они сама любовь. Я не знаю, как они это делают. Вы можете практиковать эту любовь уже на улице. Я говорю о деревьях, облаках, людях, потому что то, что вы делаете, это вопрос вашей компетенции, способностей, ресурсов и так далее. Но то, как вы есть, вопрос только вашего желания. Если вы наладите мир внутри себя, если станете любящим и радостным человеком, то все, что вы захотите и будете делать, не мне определять, что вам стоит делать, но что можете, то и делайте. Я делаю, что могу. А если у меня мысленный или эмоциональный запор, то что я могу сделать? Я не сделаю. И в этом трагедия жизни. Когда в вашем сердце нет любви, то вы не будете делать того, что можете. Если вы не делаете того, что не можете, в этом нет проблемы. Но если вы не делаете того, что можете, то это катастрофа. И служение, в нашем понимании, тяжкий груз. Потому что вы подсчитываете все добро, что сотворили, и страдаете, когда люди не делают вам добра в ответ. Когда люди не высказывают благодарности. Но когда вы смотрите на это как на привилегию, то вы ничего не ожидаете взамен, потому что это и так огромная привилегия. И любовь просто проходит сквозь вас. Хочу спросить, то есть осознанность идет в противовес компульсивности? Как я понимаю, действуя компульсивно, мы по сути и не проживаем жизнь. Мы не содействуем другим людям, не любим других, не любим себя, не проявляем осознанность. Как мы можем перейти от компульсивности, которая и так встроена по умолчанию, как настройка операционной системы, к осознанности. Необходимо понять, потому что эти слова очень часто используются, карма и осознанность. Так часто, что уже набили оскомину. И, как правило, в очень свободной манере люди даже не особо задумываются, произнося эти слова. Так давайте же разберемся. Карма – это накопленные впечатления, которые мы носим внутри, относительно четырех видов действий. Физических, психических, эмоциональных и энергетических. И этот синтез впечатлений находится далеко за границами вашего и моего понимания, потому что за один только день происходит столько всего, что это просто невероятно. Давайте разберем какой-нибудь пример. Предположим, вы идете по улице длиной 150 метров. На 50 метрах вы уже можете учуять 50 различных запахов. Сознательно вы их даже не замечаете. Только если что-то очень сильно вам понравится, то вы это заметите. Или если сильно не понравится, то тоже заметите. Остальные 48 запахов останутся для вас незамеченными. Но все их зафиксирует ваш ум. И они окажут на вас определенное воздействие. В следующий раз вы окажетесь в каком-то месте и непонятно, почему это место вызовет у вас определенную реакцию. Вы не будете знать, почему. А все дело в том, что мозг зафиксировал запах этого места в вашем подсознании. И теперь оно вызывает вашу реакцию. Это удивительный механизм, созданный для выживания. Но когда речь заходит о людях, наша жизнь не предназначена исключительно для выживания. Если бы вы родились любым другим существом, то вся ваша жизнь сводилась бы к выживанию. Но как только вы стали человеком, выживание заняло очень маленькую ячейку. Все остальное это необходимость развития и процветания в качестве человеческого существа. Но чтобы это случилось, вам нужно выйти за пределы своей кармы, которая по сути является, давайте не будем говорить, компульсивность. Это негативное слово. Скажем, вы просто живете на автомате с этой памятью. То, как вы сидите, как стоите, как говорите, как реагируете на разные вещи, все это происходит на автомате. И это делает жизнь проще. Карма делает вашу жизнь проще. Но только если вы используете ее как площадку, на которой стоите. Если же вы увязаете, в ней вы страдаете. Так что же, карма это что-то плохое? Вовсе нет. Должна ли быть у меня только приятная карма? Вовсе нет. Если внутри у вас много неприятной кармы, то вы способны стать очень мудрым. И если вы осознаны, то вы станете мудрым даже с неприятной кармой. Но если вы неосознаны, то все то неприятное, что случилось с вами 10 лет назад, заставит вас страдать сегодня. И большинство людей выбирают второй вариант. Что-то случилось 10 лет назад, они страдают до сих пор. Что может случиться только послезавтра, они уже страдают. И они страдают не из-за жизни как таковой, они страдают из-за двух фантастических способностей, которые имеются у людей. Яркой памяти прошлого и потрясающего воображения. В отсутствии двух этих вещей человека даже нельзя назвать человеком. Наша жизнь наполнена только благодаря нашей кармической памяти. Все, что случалось с момента вашего рождения, вы до какой-то степени помните. Вы представляете из себя смесь кусочков воспоминаний, которые могут быть интересными, хорошими и в то же время очень сложными. А все комплексное и сложное можно превратить как во что-то совершенно прекрасное, так и ужасающее, в зависимости от того, где вы находитесь. Если вы находитесь сверху, то все замечательно. Но если вы вязнете в этих воспоминаниях и представлениях, то все ужасно. Такова природа кармы. Так что карма не против вас. Она упрощает вам жизнь. Процесс выживания может быть до какой-то степени автоматизирован. Но если вы полностью перейдете в режим автопилота, то не будет никакого смысла проживать следующий день. Потому что завтра у вас не будет возможностей, ведь вы полностью все автоматизировали. Так что нужно научиться поддерживать баланс. всегда быть в контексте со своей кармой, быть на ее вершине, но не увязнуть в ней. И для этого нужно быть осознанным. Если вы неосознаны, то ваш автоматизм вас полностью поглотит. Вы станете как машина. И это происходит с огромным количеством взрослых людей. Когда они были детьми, они были бы страшно живыми, но постепенно они стали автоматическими машинами. Они идут в офис, потом домой и обратно. Делают все, что внутри них запрограммировано. Запрограммировано ими самими или кем-то еще это не имеет значения. Но как только вы зафиксировались в этой программе, вы становитесь автоматом. Вы запечатываете миллионы лет эволюции в механизм. Каково это? В книге вы приводите пример, если у кого-то есть проблемы с компульсивным заеданием, сделайте шаг назад, присядьте, подождите несколько минут. А когда вы достаточно натренируетесь, эти несколько минут превратятся в несколько часов. А затем в несколько дней, и в итоге вы освободитесь от этой компульсивности. Можно ли также сказать, что если ты чувствуешь, что тебе не хватает осознанности, просто сядь, прочувствуй свое состояние и поразмышляй о нем. Не размышляй. Просто дай себе некоторое время. Скажем, сейчас ты сказал что-то, что мне не понравилось, и теперь я хочу оскорбить тебя. Просто подожди минуту. И ты увидишь, насколько бессмысленна эта реакция. Но большинство людей не дают себе этого времени. Ты что-то сказал, я что-то ответил. Сразу же. Без временного промежутка. Осознанность не требует времени, но если ты совершенно неосознанно реагируешь или реагируешь слишком компульсивно, небольшая пауза очень поможет. Ты упомянул о голоде. Голод находится на самом базовом уровне компульсивности. Потому что от него зависит наше выживание. И даже сегодня мы с тобой сидим и спокойно разговариваем, потому что мы сыты. А если мы были бы голодны, то вряд ли бы у нас задалась беседа. Так что, внутри нас есть инстинкт, когда мы голодны и видим еду, то все остальное перестает для нас существовать. Мы хотим поскорее наесться. Сегодня же большинство людей имеют возможность питаться пять раз в день и они даже не замечают этого. Но если оставить их на пять дней без еды, то они начнут есть как животные, сметая все, что попадается им по пути. Потому что это встроено в каждую клеточку нашего тела на уровне инстинктов. Когда мы голодны, вопрошает не только наш желудок, вопрошает каждая клеточка нашего тела. Вам нужно поесть. И это работа в компульсивном режиме взять еду и съесть. И если вы чувствуете такой позыв, присядьте на две минуты. Не дергайтесь. В страстном порыве. Успокойтесь, и это сотворит с вами чудеса. Гаутама Будда говорил так. Когда вы очень голодны и вам нужна еда, если вы отдадите вашу еду кому-то еще, вы станете сильнее. Может, мы иногда слишком критичны к себе, думая, что могут сделать две минуты. Две минуты – это ерунда. И не даем себе даже возможности попробовать посидеть две минуты, потому что это кажется чем-то слишком незначительным в сравнении с двумя часами, двумя днями или двумя неделями. Не нужно начинать пытаться с двух часов. Двух минут будет достаточно. Когда ты станешь осознанным, то что ты станешь делать? Станешь ты есть или нет? Или как справишься с этим состоянием? Все будет в твоих руках. Я не говорю вам «Не ешьте». И я говорю лишь следующее. Коли же вы родились человеком, то то, как вы едите, дышите, сидите, стоите, все, что вы делаете, должно совершаться осознанно. Если все мы станем осознанны, то увидим, нет заурядных людей на этой планете. Каждый человек станет особенным. У каждого есть такая возможность. Единственная проблема заключается в том, что сейчас большинство людей похоже на запрограммированных машин. Значит, вы все-таки работаете с программным обеспечением? Да, в какой-то степени. У нас здесь еще один Билл Гейтс. Если ты пишешь свое программное обеспечение неосознанно, а сегодня многие от этого страдают, то разве невозможно начать писать свою программу осознанно? Вот и все, что я говорю. Вы создавали свою программу неосознанно в детстве, юности, что-то двигало вами, и вы создали эту программу. Можете ли вы сейчас начать писать эту программу осознанно? Определенно можете. Если вы осознанно создаете программу для написания музыки своей жизни, то выберете ли вы для себя писать божественную музыку счастья или музыку страданий? Надеюсь, все-таки божественную. Если вы будете писать программу для себя, то определенно вы будете стараться создавать программу счастья. Да, надеюсь, что так. Счастье, блаженство, это не цель. Это средства, которые помогают вашей жизни расцвести. Если карма находится в нас самих с самого начала и она представляет собой собрание всего жизненного опыта, который у нас был до этого момента, то мы можем начать писать довольно увесистую программу совершенно не в том направлении, пока мы существуем в режиме автопилота. Какие практики мы можем выполнять ежедневно? Потому что, когда мы начинаем писать свою программу счастья, то ей придется противостоять этой монструозной программе, которую мы уже создали за всю нашу историю. И один сегодняшний день в сравнении с 40 годами жизни Эвана это не совсем равное противостояние. Так что мы можем делать ежедневно, чтобы выстроить новый уровень уверенности, который поможет заработать этому новому программному обеспечению? Прошлое этих 40 лет не существует нигде. Кроме твоей памяти. Согласен? Есть ли они где-то еще? Нет. Так что экзистенционально их нет. И сейчас ты говоришь о борьбе с тем, чего даже не существует. Если ты борешься с тем, чего не существует, конечно, это будет бесконечная битва. Если ты борешься с тем, что существует, выиграешь ли ты или проиграешь, что-то в итоге произойдет. Но если ты начнешь борьбу с тем, чего нет, ты приговариваешь себя к безуспешной борьбе до конца своих дней. Так что ты не можешь побороть эти 40 лет, но в этом и нет нужды. Я говорю о том, чтобы встать на них как на платформу, потому что этот опыт не может быть просто потерян. Случались ли с тобой хорошие вещи или плохие вещи, это не имеет значения. Но этот опыт не может быть потерян, потому что он жизненно важен. Но что бы ни пришло в нашу жизнь, что мы из этого подчеркнем? Вот выбор, который важен. Мы не выбираем то, что посылает нам мир. Мы просто существуем в такие времена. К сожалению, сейчас появилось очень много вдохновляющих учителей, которые настойчиво твердят, мы способны сделать в этом мире все, что захотим. Удачи им в этом. Думаю, постепенно они поймут, что к чему. Просто пока они не достигли моего возраста. Но однажды они узнают все сами. Пока же эта глупость слышна отовсюду. Мир таков, каков он есть сегодня. Мы просто родились в эти времена. Если бы мы родились тысячу лет назад, могли бы мы так общаться с тобой по зуму? Нет. И я говорю, что сейчас мы это делаем не потому, что мы два таких невероятных человека. Просто мы родились в такие времена, которые облегчают нам очень многое в жизни. А вот то, как мы это делаем, это уже полностью зависит от нас. То, что мир посылает нам, от нас не зависит. Ну, может, разве что совсем чуть-чуть. Но это не полностью наш выбор. Есть много гораздо больших сил, которые воздействуют на это. Но то, как мы это проживаем, вот это уже сто процентов наша ответственность. Что бы ни посылал мне мир, пройду ли я через это в радости или горе, это полностью мой выбор. И тут не может быть никаких споров. Так что карма значит, когда я говорю о создании своей судьбы, люди думают, что судьба, предназначение, это я должен пойти туда, должен заработать столько-то денег, должен сделать то, должен сделать это. Смотрят на это так. Как ты знаешь, я регулярно бываю на экономических форумах. Не знаю, удастся ли побывать там в этом году. Он планируется в Сингапуре, но из-за вируса не уверен, что смогу туда попасть. Но, как бы то ни было, это пространство, в котором собирается от 800 до 1000 миллиардеров. И помню, как в один год, по-моему, это было в 2008, произошел экономический кризис. Депрессия в мировой экономике и все миллиардеры, которых я там видел, находились в состоянии разной степени отчаяния, потому что они вдруг стали чуть меньшими миллиардерами, чем они были три месяца назад. И вот я общаюсь с ними и говорю. Видите ли, неважно, идет ли речь о миллиарде долларов или о чем-то гораздо более простом. Скажем, вы живете в удаленной деревне в Африке или Индии, и у вас есть корова. Вернее, у вас есть две коровы, но одну вы теряете. Вы будете абсолютно несчастны, потому что потеряли одну корову, у вас было два миллиарда, один вы потеряли. Вы будете абсолютно несчастны. Думаете ли вы, что несчастье человека, потерявшего одну корову, меньше, потому что рыночная цена коровы несравнима ниже одного миллиарда? Нет. Нет. Он будет страдать не меньше вашего, а то и больше. В рамках рынка коровы и миллиард долларов несравнимы. Но в человеческом опыте это одно и то же. Так что вопрос, не в том, сколько всего у вас есть в количественном отношении. Вопрос в том, как вы принимаете этот жизненный опыт. Если вы воспринимаете свой опыт в радости, то ваш внутренний гений начнет раскрываться. Ваши способности начнут раскрываться, и все, что бы вам хотелось сделать, вы сделаете. Ну, конечно, с учетом времени, в котором вы живете. Если бы тысячу лет назад вы захотели пообщаться со мной по Зуму, нет. Вы должны родиться в 21 веке, чтобы иметь возможность это сделать. Потому я и говорю, то, что мы можем сделать, не всегда зависит от нас. Но то, как мы относимся к жизни, стопроцентно от нас зависит. Сознанный человек выше этих вещей. И именно поэтому я говорю сейчас о карме. Планеты и звезды, неодушевленные объекты Вселенной, не должны определять то, кем вам быть. Потому что вы осознанное человеческое существо. А если вы осознанный человек, то вы сами будете определять судьбу того, кем вам стать. В Индии есть традиция. Если вы идете к астрологу и говорите, что я выбрал духовный путь, получил инициацию от своего гуру, то астролог не станет смотреть ваш гороскоп. Потому что он уже не будет отражать вашей судьбы. Потому что, как только вы выбираете путь духовности, что происходит. Вы берете ответственность за свою жизнь в свои руки. Вы становитесь осознанными. И теперь все эти знаки на ладонях, планеты в домах уже не будут играть для вас роли. Если бы вы были моряком в глубокой древности, то ветер бы решал, куда вам плыть. Сегодня у нас есть корабли на ядерном топливе. И вы сами определяете, куда вам плыть. И в этом заключается разница между осознанным и фаталистичным способом существования. И не только в западном обществе. В восточном обществе и даже в Индии часто карму понимают неправильно, думая, что карма определяет вашу жизнь. Нет. Карма может ориентировать вас в определенном направлении, но она не определяет вашу жизнь. Это вы должны оседлать колесо кармы. Часто употребляют именно термин «колесо кармы», потому что любая программа способна работать только в определенном замкнутом цикле. Так что карма это тоже лишь цикл. И если она кружится на одном месте, то это довольно бесполезное колесо. Но если вы знаете, как запустить его, то вы можете достичь места, куда вам бы хотелось попасть. И это будет потрясающее средство передвижения.